Друзья, хочу поделиться с вами своим экспресс-методом оживления кожи и быстрого приведения ее в тонус и в полный порядок для того, чтобы нанести макияж и срочно выбежать на какое-то мероприятие. Это мой набор экстренный средств, такая вот почти аптечка скорой помощи для моей кожи. Сейчас я подробно вам обо всех средствах расскажу. У нас с вами буквально 10-15 минут. Я тут же нанесу сейчас все эти средства. Ну, точнее, буду наносить сразу 3 маски, чтобы не тратить время, поскольку времени у меня сейчас немного. Выяснилось, что я должна быть на мероприятии с моим мужем. И если вы весь день работали, кожа ваша не в лучшем состоянии, или вы, допустим, сдавали экзамены, и вы устали, или вы плохо спали, то эти средства, или похожие на них, вы можете подобрать сами, и они будут приводить всегда вашу кожу очень быстро в порядок. Ну что ж, начнем. Так, ну что ж, друзья мои, вот я уже сейчас в этих трех масках, о которых я вам говорила, мы с вами сегодня, напоминаю, испытываем очень быстрый метод приведения в порядок своей кожи перед каким-то мероприятием, которое случилось внезапно, да, и вы должны очень быстро привести себя в порядок. Значит, какие 3 маски я использовала? Давайте будем подниматься снизу вверх. Зона декольте и шея. Это Organic Kitchen. Масочка называется маска обновления для лица, перезагрузка. Вот такая зелененькая, очень красивая, яркая. Я очень люблю маски этой фирмы. Они вот такие густые, как правило. Есть некоторые довольно гелевые, но они не текущие. То есть их удобно кисточкой вот такой вот намазывать. Это довольно легко, быстро получается. Держатся они 10-15, иногда 20, если есть время, минут, то есть от 10 минут. То есть фактически, если у вас есть 10-15 минут свободных перед тем мероприятием, которым вы собираетесь, обязательно сделайте эту масочку. Что она дает? И, во-первых, что там содержится? Органическое масло шиповника, органический кедр. То есть это потрясающие масла, очень питательные, очень улажняющие, хорошо воздействующие на кожу. Первые морщинки, мы все знаем, появляются именно в зоне декольте. Нам это совершенно не нужно. Мы увлажним это место, вот всю эту зону, и получим прекрасный результат перед выходом. Так, теперь, что я нанесла на лицо? Вы видите, такая коричневая масочка, это Skin Food Sugar, то есть это коричневый сахар, black, черный-черный-черный сахар, больше смываемая масочка. Она вот такая, абсолютно, очень хорошо, кстати, закрыта, плотненько. Она вот такая, она точно прямо похожа на сахар внутри. Она довольно несложно наносится, независимо от того, что она очень густая. В ней очень много различных масел. Недаром эта фирма называется Skin Food, то есть еда для кожи. Этой фирме сегодня у нас будет еще одно средство, чуть позже о нем. Маска потрясающая работает, она чистит поры. Я, поскольку у меня сухая кожа и 40+, уже не нужно скрабировать эти скрабирующие частички, тихонечко наношу и оставляю просто, то есть эта маска может использоваться как самостоятельное, естественное, эксфолиативное средство, одновременно питательное, то есть не обязательно тереть лицо. Молодые девушки могут воспользоваться ей именно как скрабом. Хорошо. Под глаза его нельзя наносить, как вы понимаете. И под глаза я использую маску, которая увлажняет, снимает отечность и темные круги от Clorans. У меня есть и более бюджетные маски, но вот сегодня я использовала именно Clorans, потому что знаю, что она очень быстро приводит в порядок кожу век вокруг глазок. Что она дает? Притрясающее увлажнение с одной стороны, с другой стороны убирает излишек воды. Вот я не знаю, как она это делает, но это так действительно. Кожа такая становится увлажненная, мягкая, на нее потом хорошо ложится консилер. Масочка кремовая, очень похожа на крем, вот у меня под глазками она довольно быстро впитывается, поэтому вы можете не видеть, да, какая она, вот она такая белая, прям как крем. То есть ее можно не смывать, ее можно просто оставить, излишки потом вытереть салфеточкой. Ну, поскольку я буду умываться, то есть у меня излишки, естественно, смоются, она полностью впитывается, имеет вообще такой легкий-легкий запах кремовый, ну, не сильный. Очень хорошая маска, посмотрите ее обязательно, если у вас есть такая возможность приобрести. Так, значит, следующее, быстро идем, да, у нас немного времени перед мероприятием, на котором я сегодня должна быть. Быстро идем. Когда я сниму все эти маски, чем я воспользуюсь? Смотрите, я воспользуюсь тремя средствами. Я воспользуюсь тоником Дерма-Э с гиалуроновой кислотой, еще больше напитаю свое лицо, увлажню его и подготовлю к нанесению крема. То есть мы идем от более жидких текстур к более густым. В Дерма-Э, как вы видите, не сильно густой тоник, что это означает, что гиалуроновой кислоты здесь немного, то есть он легко будет наноситься и очень быстро впитываться. Когда гиалуроновой кислоты много, а я сейчас покажу, где ее много, она превращает жидкость в гель, такова уж ее формула молекул. Она натягивает на себя жидкость. И вот в этом средстве, блефорогель-1, ее действительно много. Как мы об этом узнали? Просто потому, что у нее вот такая, смотрите, она даже не капает, структура, смотрите, капля держит форму, она абсолютно гелевая. То есть здесь очень много гиалуроновой кислоты. Если у вас не отечное лицо, то вы можете нанести это средство под глаза, как экспресс-метод увлажнения. То есть вы еще сильнее наносите, да, вот тут густо-густо, и потом промакиваете, когда лишнее остается. Вместе с этим средством пока оно будет впитываться в ваша кожа. Будет впитывать также средства от покраснения, если таковые у вас есть. У меня бывает раздражение, покраснение местами. И я использую для устранения красноты визин. Да, это те самые капельки, которые многие используют для глаз. То есть фактически это средство для глаз. Это средство, которое быстро, эффективно сужает сосуды. Если вы нанесете точечно на лицо, ну, естественно, в том числе глаза, если они у вас красненькие глазки такие, кролищие немножко, да, если вы вчера, например, мало спали, или вы, например, были очень много заняты на работе весь день, работали и сидели за компьютером или еще где-то, и у вас вечером мероприятие, вы быстро приведете, конечно, свои глаза в порядок, но будьте аккуратны, они довольно сильно сушат. Лучше, конечно, использовать средства с гиалуроновой кислотой, потом, после них, какие-то другие капли с гиалуроновой кислотой, как натуральная слеза, натуральный увлажнитель. Это сужают сосуды и вместе с тем сужают сосуды во всех тех местах, где вы намажете их. То есть вы можете с собой их везде возить. Если у вас кожа не такая, как сказать, не склонная к тому, чтобы сильно жирниться, да, сухая кожа быстро впитывает вот эти вот капельки. Так, хорошо, теперь, что я буду еще использовать, как, после того, как впитается мой крем, впитается визин, и, соответственно, ну, блефрагель нам не будет мешать использовать это средство. Я буду использовать средство экспресс-сыворотку лифтинговую, эксперт, и это будет сыворотка с улиткой. Это серия Sheree, это корейское производство. Они переводятся и продаются здесь у нас, в России, в различных интернет-магазинах, иногда бывают в аптеках. Но вы можете использовать любую концентрированную сыворотку, которая у вас хорошо и быстро впитывается, чтобы по ней не катался потом ваш тональный крем. Прекрасно. Это я буду использовать на лицо. А как я буду выходить из положения, если я, например, увижу, что тонкая кожа мне не очень нравится, уставшее лицо, сероватое, конечно, вот все эти маски приведут более-менее в порядок мою кожу. Но скрыть сильно недосып или, например, сильно бешеную усталость, или если вы во время, скажем, своих сложных дней в течение месяца попадаете в это мероприятие, то будет видно, что вы немножко не так выглядели, как хотелось бы. Значит, я буду использовать тогда в таком случае люминесцентную базу, которую буду добавлять в свой фундейшн, то есть в тон, и она сделает мое лицо более таким фарфоровым, да? Будет более красивый цвет, она имеет вот такую текстуру крема, в данном случае это L'Oreal, вот такая база, которую мы можем добавить в наш крем, и получим вот такой красивый блестящий эффект. Если мы добавим совсем капельку, будет меньше, если чуть больше вы любите, то будет чуть больше. Она даст более отдохнувший вид, ощущение свежести в лице, и как бы лицо будет чуть-чуть светиться изнутри, как с подсветом таким, что будет, соответственно, уже выглядеть лучше ваше лицо. И если мои темные круги не скроются благодаря маске, если все-таки степень усталости очень высокая, и мне нужно будет дополнительное какое-то средство, кроме моего тонального крема, или обычного консилера светлого, да, под цвет кожи, я буду использовать вот такой консилер, который я приобрела на Herb, это тоже Skin Food, то есть это та же самая еда для кожи. Он такой довольно жирненький, он быстро плавится, очень здорово плавится, и он дает вот такой вот персиковый оттенок. Я надеюсь, вы видите. Вот этот персиковый оттенок, он как раз перекрывает по тону, да, вот по кругу цветов, если вы знаете, круг цветов, противоположные цвета перекрывают друг друга. Вот он по тону перекрывает такой синевато-сероватый цвет под глазами, зеленоватый даже иногда бывают такие вот синячки. И если его растушевать и вот так пристукнуть немножечко пальчиком, да, аккуратненько только, не растяните кожу вокруг век, в вашей веке, соответственно, получается, что он перекрывает. То есть вот сейчас на руке он у меня виден таким персиковым оттенком, но под глазами, если у вас есть синяки, вы его не увидите, вы увидите здоровой, красивой, красивой кожей под глазами. Что очень здорово, то, что он такой вот плод жирненький, да, то есть у него такая текстура влажная, и он подойдет очень хорошо для сухой кожи, для возрастной кожи. Он не будет подчеркивать морщины, наоборот, он будет их подскрывать. А если у вас жирная кожа, он вам не подойдет, естественно, ищите, пожалуйста, этого же тона персикового, в случае жирной кожи, минеральные покрытия, которые будут пудровым. И тогда вы сможете затушевать ваши синячки тонким-тонкой вуалью минеральной пудрой. Я знаю, что такая пудра продается на iHerb. Обратите внимание, поищите, вам это очень поможет. Точно так же вы сможете перекрыть красноту, да, зеленым тоном, если подберете себе такую же пудру. Но мне обычно достаточно бывает воспользоваться визином, и краснота у меня не сильно большая, не сильно выраженная, поэтому она быстро уходит. Хорошо. Далее, какими кремами я буду пользоваться? Крем под глаза у меня будет с коллагеном, такой слегка холодящий, японская фирма, довольно сложно ее прочесть. Видите, тут снежиночки нарисованы, вот такой логотип сложный, невозможно прочесть. WC, такая фирма. Коллагеновый крем, мы знаем, что подтягивает немножечко кожу, дает ей такой легкий тонус, и он неплохо сидит под макияжем, что мне нравится. Естественно, прежде чем нанести консилер, я подожду, когда мой крем как следует впитается, да, буду класть его уже на, соответственно, блефорогель, поэтому подожду какое-то время, ну и буду заниматься, например, одеждой, костюмом, приготовлениями какими-то в процессе, этого как раз впитаются все кремы. И для лица буду немножко использовать, не очень много, крем Йонка с гиалуроновой кислотой, маслами. Обратите внимание, Hydro One он называется, это дорогой крем, это линейка люкс, я говорила вам, что я ранее не пользовалась бюджетными средствами, только сейчас их осваиваю. Да, мне они нравятся, но вот осталось еще очень много люксовых. Это профессиональная косметика, поэтому она вот в такой вот тупе, похожа на лекарственную, то есть 100 мл. Стоимость его варьируется до 5000 рублей, но это по хорошей скидке, если у вас кто-то работает в индустрии красоты, могут для вас его прикупить. Соответственно, данный крем содержит большое количество гиалуроновой кислоты, и если у вас отеки, вы не будете им пользоваться, я не советую. Я советовала бы вам использовать тогда крем с коллагеном на все лицо. Соответственно, давайте подведем итоги. Что делает кожу бодрой? Маска, которая содержит определенные подходящие чисто вам ингредиенты. То есть, если это отеки, это кофеины, это холодящие какие-то масочки, а это масочки, которые вытягивают лишнюю жидкость. И если у вас плохой цвет лица, вам он не нравится, сероватый. Это маски питательные, и это масочки, которые улучшают кровоснабжение. Далее, когда вы смоете маску, вы должны обязательно воспользоваться тоником. Идем от более жидкого к более густому. Предлагаю далее воспользоваться какими-то любыми сыворотками. Далее вы будете пользоваться кремом, и, соответственно, кремом под глаза. Все остальные средства на ваше усмотрение и по вашим потребностям. Что ж, мне пора, наверное, уже смывать мою маску. Я желаю вам хорошего вечера. Спасибо, что были со мной. Я надеюсь, что я была для вас полезна. Будьте благодарны за все, что имеете. Все, я побежала.